здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился а сейчас дорогие мои давайте поговорим что же такое пурины пурины зачем они нужны откуда они берутся и что они вызывают пурины это важно знать это очень важно знать каждому и вы можете себе сделать пометку что же такое пурины пурины это естественные вещества они содержатся во всех клетках нашего тела чтобы вы знали и практически во всех пищевых продуктах но нам нужно знать где большой процент а где их маленький процент и так пурины встроены в химическую структуру наших генов генов растений и генов животных относительно небольшое количество продуктов содержит концентрированное количество пурира пурина то есть большое по большей части это белковая пища мясные субпродукты рыба и морепродукты из рыбы морепродуктов это скумбрия сельдь сардины и миди а также дрожжи кстати пурины это вызывают муч это мочевая кислота и потом результат это подагра когда клетки погибают пурины разрушаются и не какая-то клеточка у нас погибла пурин разрушился и образовал мочевую кислоту нужны нам пурины нет потому что мочевая кислота что делает вызывает подагру вообще это нормальный процесс даже полезный для организма когда разрушается какие-то старые клетки потому что образуется это новый даже полезный для организма именно полезный процесс польза мочевой кислоты в небольшом количестве в том что выступая как антиоксидант а мочевая кислота это все-таки антиоксидант это излишек когда излишек он конечно вызывает подагру а когда в небольшом количестве то это прекрасный антиоксидант и в нормальных количествах она защищает наши кровеносные сосуды совсем от нее отказываться так сказать нельзя ведь господь бог умничка он все создал верно правильно и мудро нам не понять какие химические реакции происходит это же вообще сумасшедшие внутри нашего организма согласно медицинским нормам уровень мочевой кислоты в крови мужчин должен составлять 3,4 от 3,4 до 7 миллиграмм это можно на 100 миллилитров крови это можно проверить всегда сдать анализ крови и именно на уровень мочевой кислоты поэтому я считаю что вот здесь вот мужчинам нужно сделать пометку нормально если от 3,4 до 7 миллиграмм на 100 миллилитров крови а у женщин а теперь женщина надо сделать пометку а у женщин уровень мочевой кислоты в крови должен составлять не более от 2,4 до 5,7 миллиграмм на 100 миллилитров крови однако уровень мочевой кислоты в крови и в других частях тела по разным причинам мы не знаем может стать слишком высоким одна из причин это проблема с почками вот если вы сдали анализ и у вас мочевая кислота выше норма значит вы должны это знать почему я эту информацию даю потому что даже немногие врачи об этом знают а я выискиваю факт в таких журналах во всех таких книгах вот даже сейчас перед вами открыт на самом деле журнал на английском языке про и про пурими и про все 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 но я читаю в основном открытие вот я вам показала специально чтобы вы знали все таки я вам стараюсь ориентироваться на английских ученых медиков на американскую медицину на потому что они делают исследование вот это очень важно во всех университетах медицинских они делают исследование они предлагают студентам вот такой вот способ обучения исследуют ту или иную отрасль медицины это очень классно потому что каждый студент что-то открывает именно открывает они покупает диплом а потом большие проблемы это значит если вы обнаружили что у вас уровень мочевой кислоты в крови выше чем норма которую вы записали значит основная основная причина проблема с почками поскольку наши почки отвечают за то чтобы поддерживать этот уровень сбалансировано их нездоровье приводит к чрезмерному накоплению мочевой кислоты в различных частях тела вот это мочевая кислота она может накапливаться в сухожилиях в суставах в самих почках и других органах и это накопление кристаллов мочевой кислоты называется подагрический артрит или просто как мы называем подагра то есть подагра это не только на ногах это и на руках и в суставах и в самих даже почек и при этой проблеме диетологи советуют снижать потребление пурино содержащих продуктов а теперь здесь внимательно на эту тему я вела переписку с сандрой и именно от нее я узнала что нужно всегда стараться снижать потребление пурино содержащих продуктов а вы скажете а я не знаю в каких продуктах есть пурины а в каких нет вот это нам и надо знать поскольку ну лично я и моя семья моя вот присоединилась интернет семья отказывается от всяких химических препаратов травить свою печень уничтожать свои почки которые через себя пропускают как фильтры всю эту химию вплоть до аналгина все вы думаете что аналгин ты ерунда или нож потому ошибаетесь ох как ошибаетесь так вот давайте будем вооружены мудрость это очень важная вещь для нас диеты с низким содержанием пуринов будем придерживаться а чтоб придерживаться нужно знать где какие продукты содержат пурины недавние исследования показали что воздействие растительных пуринов на риск подагры и камней в почках очень отличается от воздействия животных пуринов мы знаем что пурины есть у всех да у человека у животных в генах да у растений и так разное влияние на нас воздействие животных неоднородно пурины из мяса и рыбы действуют совершенно по-разному чем пурины из молочных продуктов в случае заболевания подагры а еще хотела сказать что пурины из мяса и рыбы они значительно увеличивают риск подагры вот почему мясом увлекаться не надо все хорошо в меру пурины из овощей практически никак на него не влияют молочные продукты также увеличивают риск но незначительно случае заболевания подагры особенно при обострении или в тяжелых случаях вот мне женщина написала что очень болит почему я вот к этой теме возвращаюсь подробно нужно подагра как ее лечить а как ее лечить рассказываю как лечить не понимают хорошо вот как подойти спрашиваю сандру расскажи про пурины люди поймут люди начнут исключать это у нас этому в школах учат она говорит урок диетологии я думаю ничего себе а у нас в школах не учат у нас не знают что такое пурины а у них знают что дети должны сдавать если что кровь и узнать сколько у них процентном соотношении пуринов пожалуйста и так чтобы понимать о чем идет вернее да на мочевую кислоту я имею ввиду какой процент мочевой кислоты в организме в крови на это сдаются анализ оказывается и в школе об этом учат и так чтобы понимать о чем идет речь надо знать что три порции не к некоторых продуктов могут содержать до 1000 миллиграммов пулина в каких продуктах пурины содержится больше чем надо вот к числу таких продуктов относятся наверное здесь нужно записать анчоусы сельдь а мы селюбочку любим почки никогда не покупайте почки печень скумбрия мясные экстракты фарш мидии но фарш опять-таки смотря какой вот если я из грудинки делаю индюшки или из грудинки курочки это нормально а если вы фарш сделаете из свинины это уже жуткая вещь отрава мидии сардины и дрожжи как мне одна женщина говорит я дрожжевое тесто не использую я тоже практически не использую видите очень редко пеку очень редко я в основном люблю такой вид теста типа шарлотки где не требуется где не требуется совершенно дрожжей но иногда вот так и так итак мы поняли что в мясе больше пурина фарш в мидиях сардинах и дрожжи низкопуриновая диета равна не более 150 миллиграмм пуринов в продуктах в сутки назначается при подагре так вот если вы увидели признаки подагры у себя если вы увидели какое-то накопление возле пальчиков или на суставах или у вас что-то изменяются ручки вы вроде массажи делаете все вы думаете что это у вас от работы вы думаете а может быть я постарел или еще что на самом деле нет нет девочки мальчики нет это у вас накапливается мочевая кислота вот что это такое у вас повысились вы кушаете продукты с большим процентом пуринов вот что это такое и вам срочно нужно сделать низкопуриновую диету содержание пуринов в продуктах и так продукты с очень высоким содержанием пуринов до 1000 миллиграмм на три порции это анчоусы мозги мясные продукты почки печень сардины дрожжи особенно пивные мидии сельдь бульон язык телячий и даже какао вот это вот такие вот продукты вот ливерные всякие кто любит пирожки с ливерным с ливером кто любит пирожки с мясом кто любит хлебушек это все пурины это дрожжи это дрожжи дальше значит это высокое содержание можно исключить продукты с высоким и умеренно высоким содержанием пуринов продуктов примерно 100 миллиграмм на три порции это бекон говядина бульон карп суп из курицы трески крабов утка гусь палтус ветчина баранина омары устрицы окунь свинина кролик моллюски индейка телятина оленина есть такие любители чечевица но там железа много щука и шпроты это умеренное умеренное содержание и с небольшим содержанием пуринов продукты это спаржа цветная капуста курица фасоль грибы овсянка горох лосось шпинат щавель тунец чай травяной чай в том числе творог сыр и яйца оказывается пурином не все равно как мы их готовим исследования в этой области показали что определенные изменения они претерпивают в режиме кипения и варки особенно касается это таких продуктов как мясо субпродукты рыба и грибы есть доказательства в английском университете в оксфорде провели такие исследования и там доказали что многие продукты после температурной обработки вызывают а теперь внимание увеличение концентрации мочевой кислоты в организме это касается в частности бульона особенно мясных и особенно длительной варки например от полутора до двух часов значит получается что если мы обрабатываем при высокой температуре продукты жареная вареная печеный тогда то увеличивается концентрация мочевой кислоты в организме они вызывают такие продукты вместе с тем есть и другие исследования свидетельствующие что приготовленная пища снижает пуриновый риск а сырая увеличивает то есть сырую тоже есть нельзя есть и такие свидетельства и все это было сделано в оксфорде но опять таки как смотря какой продукт только при условии что вы сливаете воду в которой готовить они выпиваете и то есть поэтому я говорю первый бульон всегда надо слить если готовим бульоны всегда сливайте воду в которой готовите мясо откажитесь от приготовления бульонов вот сразу знаете как второй пусть будет у вас второй даже третий бульон куриный третий пусть будет это будет идеальный самый идеальный бульон вместе с общими рекомендациями ограничивать пурин содержащую пищу пищу при подагрическом артрите есть и другие советы не стоит употреблять в сыром виде такие овощи как спаржа и зеленый горошек нужно в обработанном виде вот есть даже такие консервы зеленого горошка вот там пуринов меньше содержания чем в сыром спаржу тоже лучше приготовить при диагностированный подагре их лучше варить даже вне обострения рекомендуется воздержаться при обострении от овощных бульонов и супов даже от овощных это вот пурин содержащие овощи при нарушении пуринового обмена ни в коем случае нельзя голодать так как в этом случае содержание мочевой кислоты в крови при голодании быстро повышается и может вызвать тяжелый приступ подагр ограничить потребление нужно кофе вина но не потому что они содержат пурин и пурин в этих напитках не расщепляются а мочевую мочевую кислоту а потому что обезвоживают организм а значит увеличивают содержание мочевой кислоты и конечно же нужно очень много пить пить и пить причем пить нужно чистую воду без хлора из крана пить нельзя при кипячении хлор тоже не улетучивается он также остается когда говорят оставьте воду хлор улетучится нет он не улетучится весь и химики об этом знают какие продукты полезны при проблемах пуринового обмена вы спросите что же полезно все мы разобрались какие вредные а какие же полезные а благотворные при подагры это как всегда фрукты дорогие особенно вишня когда идет сезон вишни кушайте как можно больше вишни во первых это кровь все что красное это кровь мои то девчонки уже точно знают вишня виноград ну и мальчишки мои тоже знают клубника черника тофу зеленые листовые овощи орехи соевые бобы нежирные молочные продукты макаронные изделия крупы и хлеб но только без дрожжевой вы умеете делать без дрожжевой хлеб без последствий для здоровья и самочувствия можно пить любые фруктовые соки какие хотите пить не крепкий кофе не крепкий кстати одна чашка кофе в день с утра но я не могу одну я пью 2 а то бывает и 3 вы знаете а одна чашка она даже полезно это антиоксидант обезжиренное или с низким содержанием жира молоко например козье оно полезно вы можете его разводить если вам слишком жирно козье молоко полезно корове не рекомендую ну вот это самые главные такие вот диеты которые вернее не диета советы по без пуриновые скажем так диете для того чтобы не болеть подагрой я желаю вам здоровья будьте благословенны вы и ваши близкие теперь вы умеете разбираться в продуктах какие можно а какие нет где есть мочевая кислота а где нет где может могут быть пурины а где нет которые вызывают увеличение в крови мочевой кислоты которая нам и приносит такой неприятную вещь как подагра будьте здоровы а я вас всех люблю